Здравствуйте! Я Лилия Тимива. Буду общаться с вами в культурном контексте. В этом выпуске смотрите. 40 лет поют распевы. Как готовится к юбилею знаменитый ансамбль? Мода на ботанику никогда не пройдет. Удивительная выставка в стенах Щелковской центральной библиотеки. 75-летию победы в Великой Отечественной войне посвящается. Новая постановка Щелковского драматического театра спектакль «Приют» скоро увидит свет. Ансамбль распевы готовится отметить юбилей. Вот уже 40 лет коллектив не просто активно участвует во многих мероприятиях города, но и создает программы, участвует в различных телепередачах и, конечно, самое главное, дарит слушателям настоящую душевную русскую песню. Как идет подготовка к юбилею, расскажем и покажем. От распевок к распевам. От небольшого ансамбля до профессионального народного коллектива. Ансамбль русской песни «Распевы» готовится к юбилею. Дата серьезная – 40 лет. А как еще отметить такое событие, если небольшим и ярким концертом? Ну, это серьезная история, которая началась еще в 80-е годы и продолжается до сегодняшнего дня. В процессе этого времени шло становление от самодеятельного коллектива и до сейчас профессионального коллектива, который, в принципе, исполняет все жанровые песни в творчестве в народном плане. За годы творческих трудов распевы не просто выросли профессионально, но и поменяли стиль работы. Оставаясь преданными русской песне, они все же поймали сегодняшний темп, создавая интересные аранжировки, обработки. Изначально он, когда создавался, больше звучали песни народного плана, то есть этно, фольклорного звучания. Потом это все переходило, превращалось в современное, осовременивались уже как бы в 21 век, поэтому здесь уже пошли аранжировки другие, пошла инструментовка другая. Чтобы русская песня зазвучала по-ному, заискрилась, для этого нужно уже другие какие-то инструменты, какие-то решения. Яркие творческие номера не оставляют равнодушными. На концертах распева всегда полный зал. От репетиций к концертам сегодня в коллективе выступают люди, для которых русская песня – это и есть душа, а ансамбль стал воплощением настоящей преданности и любви к этому жанру. Матруская песня, какая она? Что она для вас значит? Ой, это много. Вся жизнь? Много, это много. Вся жизнь, Леночка. Мы живем, да, вот мы несем вот в массу, как бы, да, поем наши песни. Мы так рады, что нас слушают, нашу народную русскую песню. Мы так счастливы вот этим. Конечно. Для меня это вообще вся жизнь. Да, 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 приходим домой. С детства. Думаем, да, о чем поем, учим и дома эти песни. Иногда так нарепетируешься, что потом целый день в голове крутится. А тут я вот так спою, вот здесь вот так спою. А так будет хорошо, да? Что-то добавлю, Геннадий Александрович потом говорил. Да, он говорит, да, вот так хорошо, да, вот так. У меня сопрано, я все время пищу. Геннадий Александрович, да, давай, давай, повыше, повыше, повыше. Сегодня коллектив востребован, как никогда. Распевы стали завсегдатой, программы «Поле чудес». Коллектив приглашают выступать в разные города Московской области на различные мероприятия. Они регулярно становятся участниками конкурсов и фестивалей. Но это не главное для артистов ансамбля-распевы. Главное то, что их любовь и стройное исполнение народной русской песни всегда затрагивает самые глубины эмоции, обращаясь к истокам культуры и бескрайней природе таинственной русской души. Я оставлю их на память От любимого дружка В небе стыкнула зорница На рекой туман подплыл Звучим, как бы стараемся сказать. Если выходим на сцену, нам нужно что-то сказать. Если тебе нечего сказать, тебе не поможет ни голос. Вот уровень. Любое исполнение. Марк Бернес, братья, Фрэнк Синатра. У них голосов нет. Или та же, извиняюсь, Шульженко, Мордасова, понятно. Есть исполнители не таких ярких возможностей голосовых, но их слушают, потому что они поют не на этом уровне. Нужно петь на уровне души. Тогда ты будешь востребован, и тогда тебя будут слушать. Алиса в стране чудеса. Алиса в стране чудес. Мюзикл по этой сказке показали в Центральном дворце культуры. В зале как взрослые, так и дети погрузились в атмосферу волшебства, а помогли им в этом не только персонажи, но и спецэффекты. Сказочный подарок получили зрители мюзикла «Алиса в стране чудес». Этот спектакль напоминает нам, что в жизни есть место чуда. И мы люди, которые мечты делают реальностью. Благодарительный фонд «Ступень триумфа» сегодня нашел возможность помочь детям, десяткам детей поприсутствовать на этом замечательном спектакле и вместе с Алисой окунуться в эту прекрасную страну чудес. Знакомая история девочки Алисы, которая во сне переносится в страну чудес, на сцене Центрального дворца культуры, стала настоящим подарком для детей и взрослых. Увидеть легендарную историю зрители могли в специальных 3D-очках. Все начиналось, собственно, как в книге Льюиса Кэрролла. Алиса, скучающая на берегу реки, с своей сестрой, видит спешащего белого кролика, держащего в лапке карманные часы. Она следует за ним в кроличью нору, попадая от нее и оказывается в зале со множеством запертых дверей. Там она находит ключ от маленькой 15-дюймовой двери, за которой виден сад, в который девочка хочет попасть. Однако дверь для нее слишком мала. А дальше начинаются настоящие и порой весьма странные приключения. Алиса то растет, то уменьшается. На ее пути встречаются различные необычные персонажи. Ой! Прекрасный весенний подарок ценителям растений и цветов подготовили сотрудники Центральной библиотеки совместно с коллегами Ищоковского краеведческого музея. В небольшом пространстве читального зала разместились уникальные экспонаты из фондов музея. Выставка «Мода на ботанику» привлекла и наше внимание. Яркая, весенняя и весьма символичная выставка «Мода на ботанику» ждет гостей в Центральной библиотеке. Ботанический рисунок – редкий вид искусства, который заключается в детальном, четком изображении растений. Сама история ботанической иллюстрации берет начало от античных времен и продолжается уже в наши дни. На выставке представлено 39 экспонатов, включая фрагменты сервизов, чайных, кофейных, вазы, также вышивка на скатерти, наволочках гладью и стенды, которые представляют ботанический рисунок. Профессия ботанического иллюстратора стала весьма популярной и престижной в XVIII веке. На стыке XVIII и XIX веков ботаническая иллюстрация проникает со страниц научных книг в массовую литературу. Сегодня ботанический рисунок – это элитарное, можно сказать, искусство, которое, с одной стороны, это воплощение таланта художника, живописное воплощение, а с другой стороны, это детальное, точное изображение ботанического рисунка. Постепенно растительный орнамент становится украшением одежды и фарфора, поэтических сборников и открыток. Он начинает использоваться в декоративно-прикладном творчестве повсеместно. Еще в VI веке отец ботаники Диаскорид рисовал лекарственные растения, детально изображал с точностью от корешка до вершка. Это нужно было, поскольку не было систематики и точного описания растений. Затем продолжили эту традицию уже художники эпохи Возрождения, такие как Леонардо да Винчи, Альберт Дюрер. Язык цветов, флореография, символика, значение, передаваемое различным цветам для выражения тех или иных настроений, чувств и идей. Символическое значение цветов и растений широко использовалось при составлении букетов, когда каждому из элементов композиции придавался дополнительный эмоциональный смысл. Очарование живых растений, увы, мимолетно, а так хочется сохранить их точный образ. Именно поэтому мода на ботанику никогда не пройдет. В рубрике «Открой свою книгу» сегодня новая интересная проза. Сегодня мы представим вашему вниманию литературоведа, выдающегося писателя, публициста Абрамова Федора Александровича. Родился он 29 февраля 1920 года в селе Веркало Пенежского района Архангельской области в бедной крестьянской семье. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения писателя, но говорить о нем хочется не поэтому, а потому что это представитель так называемой деревенской прозы, литературе о деревне, о крестьянстве, о том, что он знал лучше всего. Он пишет о своих односельчанах, северных поморцах, народе несуетном, сохранившем глубину и духовность в суждениях, быту и, что для нас с вами важно, языке. Поэтому автор очень часто приводит в своей литературе диалектизмы, особенности местного говора, что, безусловно, добавляет колорит его персонажам. В ноябре 1941-го его взвод получит приказ проделать проход в ограждениях фашистов под открытым огнем. До ограждений Федор Абрамов не дойдет нескольких метров. Ему перебьет пулями обе ноги. В голодном блокадном Ленинграде писатель попадает в госпиталь. В апреле 1942-го года его вывезут из Ленинграда в одной из последних машин с ранеными по дороге жизни. После ранения он получит отпуск и на три месяца уедет в родные края, будет преподавать в школе. То, что он там у себя в деревне увидит, на всю жизнь отпечатается в его памяти и отразится в его книгах. «Страшная нужда» и «Работа». Работа тяжелая, на полях, в лугах. Работа, которую выполняли полуголодные подростки, бабы и старики. Воспоминания об этом лягут в основу его первой книги о семье Пряслиных, которая выйдет в 1958 году, братья и сестры. Поможет ему написать эту книгу собственная память его детства. Дело в том, что его матушка Степанида Павловна останется вдовой очень рано с пятью детьми на руках. Семья из бедняков выберется в середняки, но этот достаток очень нелегко дастся ребячей коммуне, как говорил сам Федор Абрамов. Его брат, 15 лет, Михаил, рано заменит отца, станет заботиться о младших и работать в полную силу. В 1954 году выйдет статья Федора Абрамова «Люди русской деревни в послевоенный период». Сегодня она не привлекла бы, может быть, внимания никакого, но на тот момент она взорвала все общество. И обрушилась критика, конечно, на автора. Почему? Дело в том, что эта критическая статья самого автора, направленная на луреатов Сталинской премии, которые чем занимались, так называемой лакировкой действительности. В 1963 году выйдет повесть автора «Вокруг да около», которую назовут «Идейно-порочной». Редактору журнала «Отстранят от должности» и самого Федора Абрамова нигде не будут печатать несколько лет. В «Союзе» в атмосфере травли автор пишет продолжение своего романа о пряслиных. Это вторая часть «Две зимы и три лета» и третья часть, которая получит окончательное название «Пути и перепутья». Абрамов пишет о русском крестьянстве, пишет правду, невзирая ни на какие последствия для себя. Выходит и четвертая книга «Дом», которая станет венцом тетралогии о пряслиных. Потому что мы понимаем, крестьянская проза – это остро-социальная литература, но в романе «Дом» масштаб будет увеличен, и автор поднимает философско-нравственные вопросы. В 1975 году Федор Абрамов будет удостоен сталинской премии за трилогию о пряслиных. Сегодня Федора Абрамова с нами нету, но остались его тексты, его книги и люди, которые близки с ним по духу. Они делают то же самое, что и он. Он всю свою жизнь призывал будить человека в человеке. Новая постановка с вечным смыслом. В Щелковском драматическом театре готовят спектакль к 75-летию Победы. Приют – пьеса, в которой судьбы разных людей переплелись на фоне страшных военных событий. И каждый прошел свое испытание войной. Полуразрушенное здание – поместье под польским хелмом, где разместился детский приют пани Агнешки. Звучат молитвы, символ веры Авы Марии, поминальная еврейская молитва Искор, молитва Богородицы на цыганском языке, в витражных проемах окон второго этажа стоят персонажи пьесы. Мелодия меняется с православной на Авы Марии, далее с еврейской на цыганскую, с акцентом органов в финале. Голоса молитв сливаются в одну единую. Так начинается первое действие пьесы белорусского писателя и драматурга Юрия Вутта. С первых минут становится понятно, что речь идет о страшных событиях Второй мировой. Зачем вы сюда пришли? Зачем, я спрашиваю, вы сюда пришли? Наши дети, ваши дети, они все должны были жить, жить! Когда-нибудь они тебя спросят, что ты им скажешь, что? Чего молчить? Чего молчить, а? Пьеса основана на реальных событиях. Главные действующие лица – пани Агнешка, настоятельница детского приюта под Хелма, Вилли, немецкий офицер, связист Шура, Александрина, русская девушка-снайпер. Эти люди объединены одним горем, и обстоятельствами они оказались в оккупированном фашистами польском городе. И вот они оказались в отцеплении, то есть фашисты еще не ушли, эти были бои, и вот кто остался, они там в город-то вошли, но никак не могли дождаться все-таки основных сил наших. Вот пока они там отстреливались, и шли вот эти короткие бои, они как раз вот в этом здании засели, и к ним вот после бомбежки присоединилась из концлагеря «Цыганка». Тема войны звучит в постановках Щелковского драматического театра не впервые. Спектакль «Ляльки» по одноименной пьесе того же автора Юрия Вута с успехом идет не первый год. В приюте затронута особая тема – горе-потерь, с которым столкнулись люди разных национальностей и религий. Вот там такая тема, она в таком, как скажем, под увеличительным стеклом, когда собираются несколько национальностей в этом доме, и когда дело происходит в Польше, и когда там говорится о детском контракционном лагере, и говорится о другом лагере, их там действительно было два, где отдельно жили цыгане и евреи, которых убивали сразу, он был прям вот такой ликвидационный, а в других бараках, вторая территория этого же лагеря, он был засекречен, там жили пленные красноармейцы. Сама режиссер-постановщик Светлана Погодина отметила, что в ходе прочтения сценарий спектакля был немного изменен. Я, честно говорю, я дописала немножко финал и очень много исправила там, потому что, мне кажется, это важнее говорить о конкретных людях, о конкретном подвиге, кто этот подвиг совершил, и что наши солдаты освобождали конс лагеря и спасали детей. И тогда эта история получилась именно об этом. Другое дело, что там есть, конечно, и другие народы и так далее, и есть даже немец. Правда, автор, он вдруг все осознает и становится хорошим. Я, вот я лично, это мой спектакль, мое мнение, я с этим не согласна. Столько беды они принесли вообще в мире. Поэтому, я вот этот текст дописала, что я солдат, и тогда этот, он не беглый парень этот, который служил в особых войсках, я просто поменяла им линию поведения и изменила текст, потому что вот один из, вот он штрафбатник, его просто оставили на поле, думали, что он убит, а его присыпало, и он, оказывается, тоже здесь. Вот он умирает за детей, которых надо спасать, которые в подвале. И когда у автора вот этот фашист якобы тоже умирает за детей и говорит о своем ребенке, а вот тут я не согласна, он пришел к нам, он пришел в Европу, он пришел в Польшу, в город Хелмот, для того, чтобы убивать. И поэтому я придумала этот текст, что я солдат, я выполнял свое предназначение, на что ему этот штрафбатник говорит, значит, я не зря тебя продряю. Видишь, я дала ему согласиться, не зря. Детей никогда не хотел своим, детдомовски, потому что не хотел, не хотел, чтобы так же мучились. Мне очень хотели девочку, когда она улыбалась, ангелы радовались, вместе с нами. с нами радостей не было в жизни, а вот грехов полно в натуре. Да, Вильха, походит, походит, не зря я тебя. И дочки нет. Сестренка была. Ваши фашисты поганы. Напивались в усыбрец. А кто еще держался, садились на мотоцикл. И гонялись за детками по полю синий Васильков. А когда догоняли, нет, не убивали. Проезжали мимо. И как бы выбывали из игры. Проводили новых детей. А совсем маленькие, такие, как моя сестра. И даже не могли, не могли прятаться, просили пить. И давали пить. Только это был кипяток. Тебе смешно? Нет. Участие в спектакле для актеров театра, несомненно, важно, ведь тема для проработки достаточно глубока. Исполнительница главной роли Татьяна Тарасова свою роль снайпера Шуры понимает и принимает персонажа как человека с очень сильным характером, выдержанным, не лишенным женской хрупкости, однако познавшим горе потерь и разрушительную силу войны. Когда я готовилась к этой роли, очень много литературы было проработано, именно литературы снайперской школы, как это все проходило, как там было. Хочу сказать, что очень много примеров из нашей литературы, из нашей истории есть женщин-снайперов, женщин-снайперов, которые внесли огромный-огромный вклад во Вторую Великую Отечественную войну, такие, как Зоя Волошина, например, такие, как Мария Усакова. То есть, и читая эту литературу, готовясь к этой роли, как проходили курсы подготовки снайперов, насколько это было сложно, но, честно, на мой взгляд, как Татьяна Тарасова, я думаю, что вряд ли, ну, вряд ли любая женщина готова просто пройти это, вынести, выдержать, насколько у них было смелости, мужества. В общем, такая история, она очень правдива, на самом деле, она правдива, и это было, мы с коллективом очень много, с ребятами поднимали все исторические факты, в интернете находили, в общем, сколько там был погибших, что за лагерь, и так далее, и так далее. Спектакль «Приют» Труппы Щелковского театра готовит к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Премьера предварительно запланирована на 2 мая. На этом все, и, как всегда, я желаю вам культурных выходных и будней. Субтитры подогнал «Симон»